Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу с вами поговорить о ароматах, которые вызвали у меня вопросы. Ароматы, которые висят на волоске. Вот, и ароматы, которые... Ну, в общем, как-то у меня с ними возникли сложности. Проблемные ароматы. Боже, мне тут как-то непонятно волосы легли. С какой-то непонятной залысиной ужасной. Ну ладно, короче. Вот, ароматы, которые у меня в вопросике в голове как бы родили. Вот, поэтому давайте начинать. Вот, в принципе, знаете, эти ароматы, у меня от них как-то сейчас вот нету желания избавиться. Но вот как-то я их вот не могу понять вот головой. Поняли? Вот, я их слушаю, и мне сложно. Вот, слушаю, и у меня одни вопросы. И мало ответов. Вот, все эти ароматы приобретены на сайте Рандеву. Вот. Шикарные ароматики. Поэтому, если что, пользуйтесь промокодиком. Промокод 10 квасен. На скидке 10%. Вот эти линейки мы все с вами обозревали. Там есть и безоговорочные фавориты. Вот, и такие вот непонятыши. Вот, поэтому мониторьте инфобокс, закрепленные сообщения. Пользуйтесь скидочкой, покупайте ароматики. Потому что из этих всех линейки есть очень достойные экземпляры. Но вот эти что-то вызвали у меня вопросы. Давайте с первого аромата. Это Азалия Атар Коллекшн. Азалия. Ну, вот он. Ну, неплохой аромат. Ну, хороший. Ну, ничего такой. Ну, вот нюхаешь его? Ну, да, он белоцветочный-цветочный. С каким-то таким вот дымным сухофруктовым моментом. Но вот как-то, знаете, он у меня в носу не складывается. Вот как-то. Вот вроде все в нем понятно, ясно. В нем даже есть, знаете, очень такой вот приятный фруктовый моментик. Но вот как-то фрукты, белые цветы и сухофрукты как-то вот у меня в голове никак не складываются. Еще и дым. Вот этот вот, ну, восточная история. Ладонок, дым. Такой какой-то небольшой удомуску совершенно капельку. То есть это не прямо Арабские Эмираты, где там все удом пасут. Нет, это все-таки цветочно-фруктово-черносливово. Даже как-то слива вот я здесь чувствую. Но вот эти все ноты, они у меня в голове не коннектятся. И когда я его ношу, у меня больше вопросов, чем ответов. То есть, поняли? Когда я его наношу, у меня запускается в голове какой-то этот конструктор. И я пытаюсь их сгармонизировать, эти ноты. Очень стойкий, очень шлейфовый. Вообще нереально шлейфовый. Но вот как-то он вопросы вызывает. Звучит вроде бы гармонично. Все в нем хорошо, одним аккордом. Но вот как-то не сочетается у меня. Конструктор не складывается. А так аромат очень даже. Вот. Хороший аромат для любителей чернослива, сухофрукта. И всяких таких вот восточных историй. Следующий аромат. Это вообще сложнисимо. Это высокая мода, высокое искусство, которое мне, наверное, не суждено понять. Но он мне дико нравится. Это Dolce & Gabbana Velvet Pachuli. Вот знаете, настолько сложных и красивых пачулей я в жизни не видел ни разу. Вот Dolce & Gabbana Velvet Pachuli. Наикрутющие пачули. Но они меня так грузят. Это прям такие пачули. Как будто вас закопали в землю. Припорошили всякими сухими листьями. И гробовую доску еще сверху положили. Короче, прям настолько сильные. И они настолько, знаете, настолько они хорошо как-то сблендированы. В этих пачулях вы можете услышать совершенно все, что угодно. Он настолько видоизменяется. Уходит и в розу, и в цветы, и в деревяшки. Даже в эланг-эланговость какую-то. Короче, знаете, этот аромат для меня оказался, ну, дико сложный. Он еще и такой громкий. И такой вот какой-то он прям пачули пышащий. Супер стойкий. Очень сложный. Знаете, если мы берем типа пачули в другие ароматы. Ну, например, из бюджета там волшебство пачули и прочее. Это вообще херня, девочки. Новозаревская. Такая херня. То есть, там пачули вообще вопросов не вызывают. Просто пачули. Здесь же это как будто какая-то картина маслом, но нарисованная пачулями. Очень он вообще зависит его звучание. Я его пробовал. И когда жарко было. И вот сейчас холодно. И он постоянно играет по-разному. Как будто это разные ароматы. И может совершенно вас увести в цветочную вообще историю. Короче, очень сложный аромат. Ну, естественно, они у меня все останутся для созерцания и дум. Но вот эти пачули, знаете, это самые сложные пачули, которые я слышал на свете. Обязательно попробуйте. Это прям, знаете, жвачка для мозга. Дальше. 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 Вуди Голд. Вуди Голд. Лалик. Вот их бутиковая линеечка. Ну, какой флакон красивый. У меня самый любимый из этого Лалика. Велевет Плам. Со сливой. В общем, смотрите. Это что-то наподобие герлена терракоты. Только древесное. И с мускусом. И со специями. И много чего тут еще всего намешано. Звучит сложно. Звучит очень странно. То есть, знаете, звучит по нишевым. Давайте я его даже нанесу. Звучит нишево. То есть, знаете, это как будто свежая деревяшка. С фруктами. Еще вот какая-то тут еще есть вот такая фужеристость. То ли лаванда какая-то. Короче, знаете, такое ощущение, что здесь очень-очень-очень-очень много нот. Вообще из разных категорий. Знаете, есть восточная цветочная. Есть фужерная. Есть альдегидная. Есть цветочная. А здесь это все присутствует. Не сказал бы я, что это звучит как каша-малаша. Нет. Очень специфичный аромат. То есть, представьте себе. Ну вот герленд таракота. Если бы она была бы древесным ароматом. Вот это про это. Прям вот здесь чувствуется. Чувствуется здесь еще какая-то грушевость. То есть, грушевый моментик. Фрукт-груша. Вот. Тоже сложно. Сложно-сложно. Возможно, у меня еще и мозги для таких интересных ароматиков не доросли. Поэтому он у меня, естественно, остается для моих затупов. Потому что я его нюхаю. И совершенно не понимаю. Ну, я его понимаю. Я его уже себя охарактеризовал как таракот и герлен. Только древесно. Но вот больше вопросов, чем ответов. Поняли? Дальше вопросики у меня вызывают секрет ритуэль до ориент. Вот. Такой вот Айзенберг бутиковый. В чем здесь у меня вопросик? Он... Я когда... Помните, у меня был обзор про эти бутиковые Айзенберги. Вот он у меня больше всех также вызвал вопрос. Я пошел на фрагрантику. Там все с него вообще ржут. Кому-то он там попкорном пахнет. Кому-то он там соленым хлебом пахнет. Так вот, я один из тех, кому он пахнет сыром. Поначалу. То есть, реально пахнет сыром. Изначально. Я не понимаю вообще, что это такая за соленая нота. Прям реально сырная нота. То ли это кмин. То ли это какой-то кумин. Какая-то специя его явно дает. Но после короля... Эта сырная нота, она длится около 20 минут. Но когда аромат распидориваются, уже выходит красивущая специя. Но вот знаете, я уже месяц ломаю бошку. Что это за сырная нота? Вот если вы дойдете докуда-нибудь, затестите его, мне вот пахнет реально сыром. Там какой-то тетки на фраге пахло вообще попкорном. Чем-то таким. Мне кажется, это специи дают такую вот какую-то ноту. Но он у меня останется. Я буду, короче, рассекречивать. И всем давать нюхать, что же это за сырная нота. Но как-то специи в нем красивые идут дальше. Такие прям какие-то прям восточные. Реально гарем-гарем. Но вот изначально прям вопросик. Что это за сырок такой, блин? Халяльный. Дальше. И вопросы у меня вызывают. Витивер молоко. Экс нехило. То есть в чем вопрос, девочки? Почему это так просто звучит? Вопрос в том, девочки. Почему это так просто и спокойно звучит? За 10 тысяч рублей. Просто почему? У меня есть подружка. Она обожает Витивер молоко. Я вчера с ней созванивался. Ну и сказала ей подружка. Я собираюсь завтра снять разъебное видео. Где будет Экс нехило твой любимый Витивер молоко. За что ты его любишь? Она говорит, ну как, за что? Он такой древесный. Словно ты в лесу. И он одновременно такой женственный. И нежный. Короче, возможно, знаете, это какой-то гормональный фон. Что на женщин он так влияет. Типа молоко. Ассоциация с молочной сиськой. Может быть что-то типа этого. Но знаете, я Витиверов знаю много. Этот Витивер он очень хороший. Серьезно. Он качественный. Стойкость шлейф. Все как мы любим. Там 10-часовое. Ну вот мне звучит очень просто. Я его оставлю, конечно. Буду его и зимой носить. И на весну, и на лето следующую. Я его оставлю. Все эти ароматы. Чтобы во всех временах, годах их пронюхать, протестить. Ну вот для меня это очень просто. Пишите ваши ароматы, которые вызывают у вас вопросы. Которые вы не можете раскусить. Вот у меня и другие есть ароматы в коллекции. Которые также. Вот они у меня стоят уже по 2 года. А я их никак не могу понять. Тоже я делаю видео. Типа пахнет чем? Хер знает чем. Помните? И вот это тоже та же самая категория, которая вот ты пшикаешься и ты не можешь наслаждаться ароматом. Ты его пытаешься понять. Вот это те ароматы, о которых у нас сегодня шла речь. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч. Люблю, целую. Пишите ваши непонятыши в комментах. Вот и пользуйтесь скидочкой на сайте РНДВ. Всем пока. Чмоки-чмоки.